Город уникальный, потому что он возник на берегах Овачинской губы в 1740 году. Петропавловску на Камчатке 17 октября исполнилось 280 лет. Некоторые, альтернативно одаренные, называют такие даты юбилеями. Но на самом деле юбилеями такие даты не являются. Юбилей – это дата, кратная 50, то есть 50 лет, 100 лет, 150, 200, 250 и так далее. А назвать цифру, кратную пяти или десяти юбилеем, способен только идиот. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Давно на моем канале не было видеодневничков. Давно на моем канале не было видеодневничков. Я просто объясню, что отсутствие таковых связано с мою занятостью последнее время. И оправдываться я не буду, я просто поставил вас перед фактом. Итак, вначале я уже сказал, что Петропавловск на Камчатке в 17 день октября отпраздновал 280-летие. А вот накануне, двумя днями раньше, 15 октября, состоялись очередные 36-е крошенинниковские чтения. Они прошли под девизом «Гордиться славою своих предков». И в них было две генеральных темы. Это 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 280-летие столицы Камчатского края. Я считаю, что половину можно оставить, половину как бы пустить в расход. Я на этих чтениях тоже отметился. Отметился с докладом, посвященным самодеятельным стишкам камчатских сочинителей периода Второй мировой войны. И доклад этот... Нет, он не был очным. Я не люблю публичных выступлений. И доклад этот опубликован вот в этом вот самом сборнике этих самых крошенинниковских чтений. Кроме того, в сборнике докладов отметилась со своим докладом. И моя жена Татьяна, ее доклад был посвящен местной промышленности на Камчатке в годы войны. Эти наглые фашисты объявили нам войну. Мы всегда, всегда готовы защищать свою страну. Наша армия сплочена, наши летчики смелы. Заведем свои моторы, берегите свои враги. Это частушки домохозяйки Екатерины Игнатьевны Пыжовой из Петропавловска. Эти частушки были опубликованы в газете «Камчатская правда». А вот 1 мая 44-го года века минувшего, на страницах той же газеты, на странице той же газеты, было опубликовано стихотворение Василия Акшинского, кстати, бывшего к тому времени редактора «Камчатской правды». У моря узкой полосой туманы взлетают чайки, падают, парят. А вдалеке могучие вулканы, как сахарные головы, стоят. И как-то неожиданно и сильно войдет в сознание, в существо твое, простое и великое. Россия, заветная окраина ее, сюда веками русские стремились, шел на восток Ермак, Дежнев с ватагой плыл. Ценой огромных жертв отцы добились, чтобы этот край навеки нашим был. И здесь в Петропавловске гремели пушки, побит противник нас в сто крат сильней. Певец России, незабвенный Пушкин, Камчатку знал, хотел писать о ней. За них сражаться будем в жарких схватках, За каждой мыс, за камешек любой, На западе и за тебя, Камчатка, идет сейчас кровавый, смертный бой. Мы трудимся, усталости не зная, У юрт кочевников начал завод дымить. В любом конце страна моя родная Должна всегда несокрушимой быть. Это лишь выдержки и стихотворения Василия Акшинского. А в мае 45-го года Великая Отечественная война закончилась. В сентябре пала Япония, и житель Паланы Емельянов В газете «Корекский большевик» посвятил целую оду победе над японским драконом. Вот я вам кусочек прочитаю. В безумном бреду ненасытный шакал Грозился кровавым оскалом. Весь Дальний Восток проглотить он мечтал С Камчаткой, Амуром, Байкалом. И знали мы, время расплаты придет, И час этот не за горами. От кары суровой никто не уйдет, Поплатятся нам самураи. Страна самураев повержена в прах, Как раньше берлинский грабитель. И в каждом селении, во всех городах, Ликует народ победитель за то, Что навеки настала весна, Что солнце взошло над страною, Что черные тучи уже никогда Над ней не сберутся грозою. Мы славим тебя, кто победу творил, Величие дел твоих славим, Ты радость народам и мир подарил, Родной и любимый наш. Фу! Сталин! Я был на праздновании 280-летия Петропавловска И у колонны Витусу Берингу И у стелы города воинской славы И на аллее почетных граждан. Но показывать я вам это не буду по той простой причине, Что вы наверняка все это уже посмотрели В телеобизионных выпусках новостей. Кстати, а что вы знаете о Петропавловске? А я вам даже рассказывать не буду. Сейчас вам расскажет О Петропавловске Историк, краевед, почетный гражданин Петропавловска-Камчатского, Заслуженный работник культуры Ирина Васильевна Витер. Слушайте ее. Город уникальный, потому что он возник на берегах Овачинской губы в 1740 году И практически сразу стали появляться некоторые знаки, Которые потом даже стали частично памятниками, Частично исчезли. Это первый здесь был похоронен участник Второй Камчатской экспедиции Луида Ле Краер, Астроном Второй Камчатской экспедиции. Похоронен он был, по некоторым предположениям, Где-то в районе Никольской сопки, Там, где сейчас находится драмтеатр. Есть, конечно, некоторые разночтения, Потому что мы не можем сказать, Было сказано, что в северной части города, Но где именно, мы, к сожалению, не знаем И никаких иллюстраций ли не имеем. Но памятники стали возникать намного позже, Но все-таки надо отметить, Что мы единственный город на Дальнем Востоке, У которого есть памятники 19-го столетия. В других городах их нету. Вообще исторических памятников, Но если считать Муравьево-Амурского в Хабаровске, Наверное, больше и нету 19-го столетия, Связанных с историей развития города или региона. Но нашей Камчатке повезло в том плане, Что она уникальна, как ее открывали интересные люди, Какие экспедиции у истоков стояли этих открытий. Она интересна тем, какие здесь мореплаватели были. Очень сами по себе интересны, Так еще и с интереснейшими инициативами. Именно поэтому нашему городу повезло. Город маленький, очень небольшой. Самое большое количество населения в нашем городе, Это было 1600 человек во времена Петропавловской обороны. Потому что здесь был 47-й флотский экипаж. Только поэтому было такое большое население. А в остальные времена, если взять статистику, Это 400 человек, 300, 320, 500 человек. Но несмотря на это, Вот в нашем городе стояли уникальнейшие памятники. И, конечно, когда рассказываешь о памятниках, То невольно хочется соблюсти какую-то хронологию. Памятник Витусу Берингу. Опять-таки, как интересная история уникальна, Так и этот памятник уникальный. Это первый знак мемориальный, Первый памятник Дальнего Востока. Возник он, по некоторым предположениям, В 1000 поставлен был в 1826 году. Почему я говорю по некоторым предположениям? Потому что единственное в записках Федерика Бичи Мы видим то, что стоит памятник Мореплавателю Витусу Берингу. Причем с той же надписью. Этот памятник возник в виде колонны, Которая сейчас также стоит. Единственная особенность наших памятников, Они все гуляли по городу. Сначала он стоял в ограде собора, Потом он переехал, Потом сейчас стоит. И по существу все экскурсии по истории города Начинаются с этого памятника. По хронологии дальше идет памятник Чарльзу Кларку. Почему Чарльзу Кларку? Потому что это 1778 год. Это экспедиция Джеймса Кука. И памятник помощнику Джеймса Кука в этой экспедиции, Который попросил похоронить его на земле, На Камчатской земле. Похоронили его в городе, Тоже переносили некоторое время. Но стоит этот памятник, Появившийся, правда, уже в 20 веке, В 1914 году. По хронологии следующий, Памятник Лапероза. Памятник Лапероза интересен тем, Что он связан с памятником Чарльзу Кларку, Потому что они обновили в свое время табличку в 1887 году. Но этот памятник 19-го столетия, Потому что появился он у нас в 1843 году. То есть мы, так если сделаем небольшое уточнение, Хабаровска нет еще, Владивостока тоже нет, А у нас уже стоит второй памятник. В 1843 году поставили памятник, Говорили, что он очень некрасивый по документам, Но он стоял очень долгое время на перешейке Между сигнальным и сигнальной Никольской соткой. И даже этот перешейк носил название Лаперозовая перешейка. Уже в 30-е годы его перенесли в центр. В конце 19-го века он видоизменился. И сейчас мы видим его видоизмененный памятник Уже четвертый раз по существу. Но это памятник французскому мореплавателю. Причем долгое время он оставался единственным памятником Лаперозу в мире. Потом уже много стало появляться памятников. Вот это памятники, которые имеют прямое отношение К истории возникновения, развития нашего города В 18-19 столетии. 20-й век это самый, можно сказать, главный памятник. Я перечисляю по существу все памятники федерального значения. Это памятники, которые имеют отношение К Петропавловской обороне 1854 года. Это целый комплекс памятников. Самые старые это братская могила, Часовня, над которой возвышается. Опять-таки она поздняя, Но это все называется комплекс братская могила. Справа похоронены русские защитники, Сложившие здесь головы, Когда отстаивали город. И слева похоронены англичане и французы. Это самый старый памятник 19-го столетия. Памятник Петропавловской обороне. Второй памятник по времени это памятник Славы, Который тоже менял местоположение. Но памятник Славы очень красивый, Очень интересный. Стоит на вершине Никольской сопки. И третий памятник уже в 20-м веке, Столетию обороны Петропавловской. Это памятник 3-й батарея Александра Максотова. Целый комплекс памятников. Памятник, который имеет отношение уже Ко Второй мировой войне, К Великой Отечественной войне. Это памятник, Он называется официально, Как освободителем Курильских островов. И этот памятник стоит в центре города, Между улицей Красенцев и улицей Ленинской. Это стела, на которой высечены слова Подвиг Каши бессмертен. Подвиг Каши не будет забыт. Это слова, которые относятся Ко всем участникам Курильской десантной операции. Это основной комплекс памятников федерального значения. Затем идут памятники, Сейчас они охраняются, Памятники совершенно одинаковые. Независимо от того, Федерального они или муниципального значения. К следующей группе можно отнести Это памятники, Которые ставились на учет Горосполкомам еще в те далекие годы. Это памятник торпедный катер, Это памятник танк Т-34, Это лодка Л-16, Поставленная в 1963 году Торпедный катер и танк в 1975 году. В юбилейные даты, Чтобы обозначить подвиг населения И подвиг людей, Которые жили здесь и работали В годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Памятник Петру Ильичеву, Который единственный, Вынесен довольно далеко В ту часть города, Которая называется Завойка. Есть памятники еще на Вилючинске, Тоже там Петру Ильичеву, Подводные лодки. Но они все тоже относятся К муниципальному подчинению. И еще ряд памятников, Это памятники, Которые считаются, Их трудно сказать, Что это памятники архитектуры, Но это те дома, Которые сформировали облик города В начале 20 века. Это целый комплекс, Они не по отдельности стоят. И поэтому сейчас очень горько смотреть на них, В каком они состоянии. Это улица Красенцев, Это улица Ленинская, Начиная от 20 дома, От объединенного музея, Вниз до лестницы. Эти дома построены, Все были в 10-12 годах, 20 столетия. Все они построены Из привозной древесины. Все они имеют в основе Своей канадский кедр. И, в общем-то, Сохранность их неплохая. Просто их надо реставрировать. Эти дома примут Очень приличный облик. И будут выглядеть достойно В истории нашего города. Сюда же относятся и дома По улице Красноармейской. Бывший, так называемый, Судейский городок. Потому что дома по Ленинской Строились для Министерства внутренних дел, То есть для чиновников. Дома по Красноармейской Строились для Министерства юстиции. А дома по улице Красненцев Строились, Она называлась раньше Казначейская, Для Министерства финансов. Вы услышали короткий рассказ Историка и краеведа, Почетного гражданина Столицы Камчатского края, Заслуженной работницы культуры России Ирины Виттер. Да, А я ведь давно Не показывал вам Город с высоты птичьего полета. Погода на другой день После дня рождения Петропавловска Испортилась, Она стала серой и унылой, Поэтому я, пожалуй, Подберу для вас Немного кусочков Старых съемок Летучим фотоаппаратом. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дима Тorzok ДимаTorzok 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 в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой и в ней появились волшебные два слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы! Замечательно аплодирую вам. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. До свидания.